Всем привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня супер радостная новость. Я сегодня наконец-таки могу вам всем сказать. Мой брат купил квартиру, семья моего брата теперь с новой квартирой, и я за них очень рада. Сегодня мы отмечаем два события, это новоселье и день рождения моей племяшечки Настюлики. Я сейчас собираюсь выйти из дома, я им готовлю подарочек и на новоселье, я уже знаю какой. Может быть в прошлых видео вы видели, что я там рассматривала робот-пылесос. На самом деле да, у них этот ламинат, много ламината, и как раз им робот-пылесос самое то. Но они не знают какой я им собираюсь робот-пылесос подарить, и вы не знаете. Сейчас я вам скажу, а для них это будет сюрпризом. Также подарок на день рождения будет Настюли чисто символически, потому что уже давно принято у нас... Ну не принято, но я поняла, что самый лучший подарок это деньги. В общем, по дороге зайду, куплю что-нибудь Настюли, я ей там подготовила маленькие сувенирчики, но еще хочу что-нибудь купить, дополнить подарок. И мы с вами отправляемся, постараюсь немного показать, как что я там сама еще не была ни разу, и ждала этого дня, когда мы наконец-таки все встретимся и отметим, и вообще порадуюсь за них. Честно говоря, как будто себе квартиру купила, такое ощущение. Но это такой будет первый их этап. Они купили вторичное жилье, потому что им нужно было уже въехать, чтобы был ремонт, чтобы все было, потому что они оба работают. И Наташа работает, и Виталик работает. У них мало выходных и мало времени на то, чтобы заниматься. Ну и как бы бюджет тоже не резиновый. В общем, главное, что квартира есть, а все остальное приложится, и мы с мамулей обязательно им поможем. В общем, отправляемся. Ребята еще не знают, но я им решила все-таки подарить на Новосельевых новую квартиру точно такой же пылесос, как у меня. Потому что, честно говоря, я им довольна. Когда я вам показывала обзор на такой пылесос, я вам говорила, что он часто останавливается. Но, видимо, это в связи с тем, что была новая квартира, он часто останавливался. Сейчас с ним вообще проблем нет. И это огромный плюс, что вот здесь есть вот такой вот контейнер, куда он подъезжает сам, высасывается вся грязь вот сюда. И я еще ни разу не меняла. То есть тут мешок такой достаточно полный. Еще у меня здесь ничего не светилось, что пора поменять. Что это у нас, кстати? А, это Wi-Fi какой-то. Ну, в общем, классная штука, мне очень нравится. Прям вот он мне помогает, убирает, все хорошо, маневренно. Короче, я им собираюсь именно его дарить. Они этого еще не знают. Блин, этот пылесос оказался таким тяжелым. Я его еле дотащила до машины. А там же два прибора. Там сам пылесос тяжелый. И вот эта конструкция, которая все в одной коробке. И мне кажется, у меня на ноге синяк даже. Я дотащила до машины, блин, но домой тащить будет Виталя. Так что не получится прийти с большой коробкой, с большим бантом. Будет без банта, значит. И Виталя сам свой подарок дотащит до дома. Ну, блинки, еду еще, блин, забыла. Меня Виталик попросил, чтобы я еще вилки взяла запасные. А вот я сейчас еду и забыла. Один в один пакет там то, что надо с собой взять. Потом этот пылесос в другой руке. Дождь на улице хлыщет. Я такая вся нарядная, красивая. Сейчас съеду и думаю, ой, молодец, все, взяла, справилась. Вилки забыла. Но я еще боюсь опоздать к врачу. Ладно, сейчас доеду до нее. Уже с этим, со здоровьем решим все. Придется вернуться, наверное. Еще Деньку думаю забрать с садика уже пораньше, чтобы уже не выходить под этим дождем. И не ехать специально за Деньей, а потом обратно. Короче, я решила Браза отдать. Забирай большой. Короче, передача пылесоса брату состоялась. А я говорю, вы смотрели влог, где я там выбирала вам пылесос? Ну, я же черный показывала. Он говорит, не, говорит, не смотрели, не успели еще. Обычно он смотрит просто влоги все и там в курсе. Я говорю, ну, хорошо, все равно я не тот дарю, который показывала, а другой. Дома распакуйте, посмотрите. Он такой, ну, хорошо. Так что я сейчас поеду домой, возьму вилки, ложки, заскочу в магазин, еще что-нибудь докуплю Насте к подарку. Вот такие дела. Дождь просто ужас. Кстати, про пылесос я свой уже снимала. Если кто-то пропустил или хочет прочитать подробности, я ссылку оставлю под видео. На Алиэкспресс его можно взять. И там даже, по-моему, какие-то акции участвуют, скидки. В общем, всю информацию под видео оставлю. Время, кстати, 4.31. А у меня такое ощущение, что часов в 12. Я такая думаю, ой, кофейку что ли выпить? Так я на время смотрю, думаю, ого. Я одну кружку сегодня выпила. А, нет, две. Две кружки выпила кофе. Офигеть, даже забыла. Зайду в магазинчик. О, в Брацоне. Короче, с голодухи. Не выдержу я до дня рождения. Я чипсы взяла в Фикс Прайсе маленькие. Зашла в Фикс Прайс. Кое-что посмотреть там. Пупырки, знаете, такие сейчас дети любят. Вроде я видела, что в Фикс Прайсе есть. Но сейчас зашла, там ничего нет. Взяла, короче, чипсы. И шоколадку, мою любимую Твикс. С соленой карамелью, и все. А рядом здесь магазинчик. Так, что я купила, Настя? Такой пакетик. Пакетик им подарю. Такой наборчик. Здесь у нас браслетик. Клипсы. Арбузики такие. Колечко, арбузик. Вот такой. И, короче, я брату позвонила, потому что стояла, голову ломала. Что дарить? И здесь вот такой набор косметики. Здесь лак. Блеск для губ. Губная цветная. Всякие блески разные. Еще для губ и тени. Короче, в красивом таком наборе. Он говорит, она любит там краситься, что-то на себя намазывать. Конвертов не было. Были только с рождением мальчика или с рождением девочки. Я говорю, ну блин, девочка та родилась в этот день. Финанса, как всегда. Это я, Дэнки, еще футболку взяла. Сейчас из пакета вытащу. Вот еще. Вот я дарю ей. И музыкальная открытка для нее. Это пакет я ей буду дарить. А она уже тут разберется уж сама. А, нет. Конверт я родителям подарю. Так, вроде все. Так, кушаем. И мчим. Время летит. Уже пора. Уже все собираются. Все, в пакетах. Еще колонку, брат, попросил взять. Которая у меня была до этого. Я еще микрофон взяла. Вдруг дети попеть захотят. Едем. Ехать один километр. Они в одном километре от меня живут. Точнее, 800 метров даже. А если по прямой, не по дорогам. Это же считает дороги, наверное. Навигатор. То вообще 500 метров. Нет, что-то я ошиблась. Два километра, короче, от меня живет брат. Рядышком все равно. Я сейчас еду и думаю. Представляете, если бы я не отдала брат робот-пылесос. И вот с этой колонкой, с пакетами. И еще с роботом-пылесосом, который весит, как я. Ну, я шучу, но он тяжелый. Нифига себе. Еще бы я вот с этим всем и на такси. Вообще, жесть. А, еще поэтому мы без шариков. Блин, я хотела шарики, но просто... Это трэш. Я сейчас взорвусь. Мне уже срочно надо выпить. Вау, какая красивая. И все, и побежала. Эй, подарки. Приветик, привет. Так, подожди. Подорвала и убежала. Стой, а тут еще... Во. Это Дэнни, дари Насте. Насте говорит с днём рождения. Ой. И родителям, конечно же. Не было других конвертов. Там, посмотри, с пополнением вас, как в первый раз. Так, все Натали. Здравствуйте. Приветики, приветки. Я тебя помню. Мама чоли, как всегда. Кладай в них в этот... А ты че, куда вообще мой телефон? Нет, никаких играть, Дэнь. Раздеваемся? Короче, мы пришли. Смотрите, одна комната у нас для деток. Здесь полностью Дэнька уже схватился за клубничку. А у взрослых отдельная комната будет. Открываем первую бутылку шампанского у нас. Просто... Ой, 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 ой. А ну, Дэня, ты че такое? Все, дети уже ругаются. Дэня, девочкам надо уступать. Итак, с чем с первым вас поздравлять, друзья мои? Из сорока девочек. Ну, с днём рождения, конечно, да. Это номер один. Ой, Настюля, какие красивые цветы подарили. Ну, понюхай. Пахнут? Вау. Очень тебе идут. Ой, ты мне дышишь? Ой, очень пахнет. Очень круто. Иди ставь водичку, чтобы они долго простояли. Дети нашли новое разрешение. А что? Это нет мыльных пузырей? Вы посмотрите? Да. Что седей? По очереди, девочки, не ругай. Такие принцессы красивые. По очереди. Не требуется. Вай-фай дома есть. Смотри. Сколько это такое? Что это такое? Около 20 тысяч. Медленно дуй. Такая аккуратно. Это ты им придумал, да, что-то? Молодец. Молодец. У нас уже получилось почти. Короче, детей. Смотрите, у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять. Девять детей. А я думала, ты сейчас скажешь, и я тоже. Десять. Я пойду домой. Все уже? Нарезвилась с детишками тут? Я устала. Не, ну это с двух часов дня здесь. Я уже наготовилась, кукала, все сделала. Молодец, мама. Все вкусно. Теперь она и будет помогать убираться. Музыка. Здесь у детей музыка играет. Нам тоже надо включить. Так, мама прощается. Я ей включаю камеру. Виталя уже по хозяйству, что-то по хозяйству делает. Не праздник отмечает, а по хозяйству. И так, сейчас у нас будет распаковка подарка. Ну, на самом деле, мне интересно, да, кстати, реакция. Ну, Виталик знает, что там. Я знаю, я тоже сказал, что это, просто мы же не знаем. Не знаю, какой. Почему такая тропка большая, почему такая тяжелая, да. Деня, распаковка, смотри. Деня. У-у-у-у. Какой-то хороший. Я знаю, что я почувствую. Да, деня, деня, деня. Они живут сюда. Ну, узнаете? Да, лучше я помню. А, я узнаю. Это твой последний белый. Это черт. Который очищает? Да ты черт. Это растут. Это точно такой же, как у меня, да. Спасибо. Самоочищает. Я на работе рассказывал про этот пылесос, и я не думал, что он. Ну, я подумал, что он самый крутой, и вот мне он очень нравится, и я думаю, что вам тоже покайше будет. Пылесос, и ты нашел. 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 Ну, что мы работаем? Ну, сейчас ты нам расскажешь. Там у телефонов все, да? Да, можно и телефон, и без телефона, как хочешь. Наська будет у вас тут главная за ним, может, ей тоже будет нравиться. Это парковка? Это парковка и самоочиститель, причем его не нужно каждый день очищать, и вот я его сколько юзу уже, я не знаю, месяц или три недели, я еще ни разу не меняла, он еще не полный. Да, его чистить вообще не надо. Это сам пылесос. Пылесос, привозит в пиво. Пиво вот, если на него поставить, привезет. Будет катать, если дорогу идти, да? Ну да, катать. Выложить дорогу и вода, да, да, да. Ой, Деня любит эти пылесосы. Ой, он все расскажет. Какой хлопот. Это квот, да? Какой-то хлопот. Да, инструкция. А мы надо положим подождите. Деня перестала работать на штучке. Да? И что делать? Все, давай, хватит. Пять штук. Пойдем, у кого-нибудь спрошу, я сейчас спрошу. Ребята, есть у кого-нибудь спички, зажигалка? Нет, мы же не курим. Никто не курит? Ну, может, просто на пикник кто-нибудь. Приходил. Недавно. У нас, ой, супер торт Натали готовила его сама. Я безумно хочу его попробовать прямо. Так, подожди, я пойду ребят всех посажу уже, да? Да, надо посажать. Дети, детишки. Ты идешь, красотка? Что, умывалась, красилась, что ли? Пойдем, сейчас будешь свечи задувать. Скорее пойдемте, заходите, садитесь. Подожди, садитесь, сейчас свет. Свет выключаем, все готовы? Свет, садитесь. Ой, где свет выключается? А где свет выключается? Нет, вот. Все, садитесь. Деня, садись. Настенька, рядышком. Сейчас будет дуть свечи, будем сейчас песенку все ей петь. Да? Мы готовы? Сиди сюда. Все готовы? С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, дорогая Настя! С днем рождения тебя! С днем рождения! Еще раз. Давай еще. День, яду. У тебя днем рождения в сентябре, День. Дубль два. Деня все испортил, как вы видели. Любой днем рождения, его держишь. Давай, Настя! Давай, Настя! Давай еще. Все? Ой, а я все фоткаю, а что это за такой красивый торт? Именно Натали сделала сама. Наташа, а с чего он там? Клубничный. Я хочу. Клубничный мусс. Ну я думаю, вкусно должен быть. Это уже Настена откусила там кусочек. Вау, красота, какой слоистый, давай ложи. Настя, убери пальчики. Так, сейчас несем ложки. Деня, смотри, какой грязнули. Грязнуленько, грязнуленько. Так, главное, что рубашку белую мы уже засрали сразу же. Не, не снимайки, ходи вы это, не надо голеньким ходить. Все, вот так ходи, потом постираем. Ну что, гости потихонечку расходятся. Хочу немного вам показать. Вот такая вот у нас красивая комната. Здесь у нас гардеробная огромная. Ребята только переехали, еще не успели на самом деле все вещи, но гардеробная огромная мечта. Здесь, кстати, можно будет сделать эти раздвижные зеркала. Ну, купе, понимаете? Пока что занавесочку повесили, все временно, все будет. Здесь планируют они покрасить стены, изменить все. Тоже временно столик, кстати, мама отдала столик. Все пока что временно. Красивые занавесочки такие, балкон. Вот, большой диван, кроватка. Короче, все очень уютно. Комнаты квадратные, что самое главное. Мне очень нравятся полы, обалденный просто ламинат цвета. Супер. Короче, дети у нас играли здесь. Осталось пять человек. Трое здесь, двое там. Тортик вот поднадкусили. Торт очень вкусный, Наташа приготовила вообще балдежный. В общем, мы еще сидим. Ой, вот он котик наш. Ты же прятался от деток, скажи, блин, 10 детей. Офигеть просто. Ну, поставь его. Котик, иди. Да нормально все с ним, Наташа. Таня, ты не за кошку бежать. А тебя не мать, ты шурок. Короче, большая прихожая. Я говорю, мне так нравятся вот эти вот крупные цветы и все. Ну, ребята говорят, что будут тут тоже переклеивать обои. Но в целом, вот, пока что очень хорошо. Еще мне нравится вот это зеркало, когда ты заходишь. Вот, классно сразу зеркало такое. Обалденно. Я смотрюсь все время в него. А вот наблюдает человек за моими съемками. В эфире как-то был у нас в Инстаграм. Да? Вспомнил сегодня, напомнил. Говорит, помнишь, ты там брата подключала? Я не знаю, помнит кто-то, когда я на Озон ждала посылку, подключала брата. И вот, там еще была вся родня его. Это где-то зимой было. Да, было холодно, я помню. Вот. Ну, тут, кстати, прикольненько сделано расширение такое. И от этого очень классное пространство. Видите, сколько обуви у нас тут. В гостей много. Туалет, ванна. Так, ну, туалет не буду показывать. Ванну покажу. Ванна красивая плитка. Все хорошо сделано, все добротно. В принципе, можно не переделывать. Ванна большая, глубокая, классная. Ну, и кухонка тоже достаточно просторная. Здесь столик стоит. Просто сейчас, видимо, его убрали. Как раз таки в детскую. Поэтому вот спустили. Все у нас пока что здесь хаос. Такой столько было человек. Столько приняли человек. Наташа сама все делала, все готовила, все ручной работы. При том, что она работает до 9 вечера, да, выходных не так много. Виталий вообще каждый день работает. И они еще умудрялись приходить с работы, все это делать. Сегодня мама приехала к ним, помогла им там с утра Наташей. И она мне уже позвонила и говорит, можешь не приезжать, доделать свои дела. Ну, в плане, приезжай вовремя, там, 6 часов. А я и то так закрутилась, что пол седьмого в итоге приехала. Уже тут почти все гости были. Вот. Ну, в общем, холодильник большой, да. Везде вот этот ламинат. Поэтому я, как узнала, сразу решила подарить им робот-пылесос. Вот такой. А теперь у них, я думаю, вообще проблем много уйдет с ним, потому что он, моя радость, пылесос. Лампочку можно будет здесь поменять, сделать посветлее. И тогда кухня вообще станет еще более просторной, потому что от света много зависит. Сейчас бардак тут полный, не обращайте внимания, потому что гости уходят. Мы таскаем эти все тарелки, их не хватает. Короче, все вот так. Кисонька вообще все это время была спрятана. Мальчик наш, да? Кошка. Какой красивый вырос, пушистенький. Так не твой кай кошку. А почему-то? Это не кошка, это котик. Это мальчик. Котик. Это мальчик. Мальчик. Что это, бантик? Бантик его зовут? Бантик зовут? Кекс. А, его кекс зовут, Дэнь. Это кекс. Его кексы зовут? Да. Скажи кекс. Кекс. И тут еще такая лампочка и вот такая вот люстра. И тут зеленое все. Да, да, из-за того, что она зеленоватая, тут кажется еще таким более зеленым, но приглушенный такой цвет. В принципе, мне все здесь нравится. Даже так обои прикольно. Я хоть и не люблю цветочки и все такое, но здесь настолько гармонично все сделано. Не знаю, то ли я так рада, что ребята купили квартиру новую, да, просторную. И все нравится, вообще реально все нравится. Вообще, ну, прихожая, посмотрите, какая. Ну, во-первых, она реально круто так сделана. Даже вот отсюда я смотрю и прям планировка просто супер вообще. Планировка вот такая, что вот смотрите. Планировка вот такая, смотрите, что мы заходим, да, здесь достаточно просторная у нас прихожая. Можно поставить даже еще шкафчик куда-нибудь сюда для вещей. Пока что у нас, ну, висит у нас. У нас, да, у ребят висит просто, да, повесить там. Пришел, повесил. Здесь можно еще какой-то шкафчик поставить. Ставить что-то такое, да. И все, и мы заходим, налево у нас идет одна комната, а направо другая комната. Вот, а эта планировка называется бабочка, кстати, да, обалденная. Да, вот, и комнаты, ну, тут у нас балкон есть, там балкона нет, но... А, кстати, потолки. А, тут, я, понимаешь, я делаю свое дело и не замечаю. А я такая, такая. Мне нравятся вот эти, кстати, натяжные потолки, глянцевые. Можно было сделать глянцевые, они очень увеличивают пространство. Круто, они делают еще выше, объемнее, все. Вот, короче, классно. Ой, толкаю. Так, ну, на балкон я заглянула. На балконе пока что, вы понимаете, так же, как у меня, балкон это склад, поэтому не буду показывать его. Но он светленький, в принципе, нормальный, стандартный балкон. Окна все хорошие, видите, вот сделаны. Это вот главное. Нашли местечко робота-пылесоса, он заряжается тут. Тут пока искусственное такое дерево стоит. Я не знаю, вы собираетесь ее оставлять? Да, дашь? А, все. Этот супер цветочек отдадут. Это им осталось по наследству. Вот. Классные занавески, кстати, можно не менять. Хорошие. Или, может, это они свои взяли, я не помню. Короче, все классно. Все суперки. Вот с другой стороны вам. Ох, ну что, мои хорошие, мы пришли домой, нагулялись, наелись, напились. Натали вообще молодец, все очень вкусно. И вообще настолько такая крутая энергетика в квартире, что мне захотелось как-нибудь остаться у них с ночевкой. Прям вот по кайфу. Милка нас тут встречает, мурлыча просто, мурлыканька. Прям мама вообще ходит, ходит и так, ища к маме. Скажи, ну где, так долго вы были? Время, кстати, сейчас без 10.12, мы только зашли домой. Денька весь чумазый, вообще-то мы клубнику. Блин, торт забыли. Кусочек торта забыли. Вкусно очень. Ну ничего, нас еще на выходные звали. Приезжайте, говорят. Сегодня, кстати, очень много людей собрали. Было 10 детей, по-моему, я насчитала. Может, даже больше. И взрослых было 9. И взрослых было 9, да? Или 10. Короче, взрослых не совсем посчитала. Или 10 нас было. Короче, 20 человек в квартире. Ой, офигеть. Но мы все уместились, все хорошо. И это не считая, что еще не было сестры моей, не было племянника моего, не было тети моей. Еще троих человек не было. Они работали. Вот. Но все равно время провели вообще классно, суперски. Мне прям так понравилось, хорошо. И я уже увидела, как детки такие. Настя такая там, ну оставайся там, как к другу своему. Я так поняла, другу. Это в садик они, по-моему, вместе ходят. А она ему такая, ну оставайтесь у нас типа с ночевкой. И я вспомнила, как мы у сестры моей тоже. В общем, когда я увидела, что Настя там договаривается, кого она там оставит с ночевкой, что-то там расстраиваются, и место есть, кому нету места, короче. Я вспомнила этих. Как мы, когда были маленькие и приезжали в гости к моей сестре, мы тоже там что-то все время договаривались, останемся мы с ночевкой или нет. И мы так радовались, когда остаешься с ночевкой. В этом что-то есть, когда, блин, остаешься с ночевкой, как-то ночевать вместе. Это какой-то, в этом есть какой-то прикол. Ты посмотри, она тут лазит, лазит тут. Просто. Соскучилась. Ну и, короче, вот. И я же брату говорю, что тоже, кажется, ночевка остаться так вот классно. Прям так, прям классно там, очень комфортно. Вот. Так что сейчас мы приехали домой, счастливы и рады. И мама тоже очень рада и счастлива, что так все произошло. Но она пораньше ушла сегодня, потому что, ну, она не пьет у меня. И как-то она уже, ну, как бы долго там уже была. Она пораньше приехала Наташе помогать. То есть, все, я, видимо, уже подустала. Ей уже спатики захотелось. И она поехала. Я говорю, ну, давай делить контент, говорю. Я тортик сниму к себе в видео. В общем, поздравляем, ребят, еще раз с новосельем. Поздравляю свою Настюлечку любимую с днем рождения. Все так сумбурно, мы зашли и даже не успела заснять, как она подарки распаковывает. Вот. Ну, в общем, классно время провели. Увидели ребят, которых давно не видели. Так дети растут. Совсем недавно там пара есть одна, Виталькиных друзей. И я помню, что мы собирались на дне рождения Насти буквально не так давно. И девочка беременная еще там была. А сейчас уже пацан бегает. Взрослый. Аж даже думаешь, блин, реально. Ты вообще грязнула. Пойдем купаться. А ты как? Потому что у нас деньги. Все, мои хорошие, я буду с вами прощаться. Принимаем поздравления. Брат, я думаю, посмотрит это видео. Ему будет интересно почитать комментарии. Очень довольны подарком моим на новоселье. Не ожидали вообще, правда, что будет именно этот робот. И они все такие думают, почему большая коробка, почему большая коробка. В итоге робот-пылесос. Но всем вообще было любопытно, классно посмотреть. Мы уже его открыли, там подключили. Я говорю, все, просто воды сюда наливайте и все. Короче, я довольна. Ну, будем теперь чаще еще в гости ходить. Место есть теперь, где разгуляться. Это круто. Вот. Все, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Люблю вас, целую. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.